Осень набирает обороты, природа не особо радует теплыми деньками. И это лучшее время для просмотра кино в компании любимых. Тем более, что повод лишний раз прижаться друг к другу будет. В прокат вышли интересные киноновинки, в том числе и фильмы ужасов. Начнем с первого ужастика, снятого режиссером Джеймсом Ваном под названием «Злое». Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. Но что, если ночные видения на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон шанс их предотвратить? Все как наяву. На моих глазах происходят жестокие убийства. Его зовут Гэбрион. Он как-то связан с моим прошлым. Еще одна новинка «Леденящая кровь» от режиссера Дэвида Брункера под названием «Дом на другой стороне». После внезапной смерти мужа скорбящая вдова разбирает его вещи в загородном доме на берегу озера, где начинает замечать всякие странности. Сначала женщина грешит на призраков, но вскоре выясняется, что у муженька от нее были секреты. У нас не было секретов. У всех есть секреты. Дом – копия наш. Но наоборот. Что он вообще творил? Ну и, наконец, вернемся в детство и позитив. Мультфильм «Вокруг света за 80 дней» понравится как взрослым, так и детям. Умнейший по спорту всегда мечтал о путешествии. На его удачу безрассудный Филиас согласился на безумные пари – обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений. Ты карту слопал? Как может первоклассный исследователь съесть карту? Он не так уж и плох. С ним весело. Желаем отличного просмотра и классных выходных.